В Священном Писании мы читаем о сложной системе. Обращение к Святому Богу, данной народу, на горе Синай. Она требует наличия священников, принесения жертв, а также священного места совершения необходимых действий. Сначала с Кинии во время странствования евреев по пустыне, а впоследствии храма. По поводу того, что должен был приносить священник от лица человека, пришедшего с жертвой, детально повествует книга Ветхого Завета, называемая «Левит». Из всех книг Ветхого Завета ее читать, пожалуй, труднее всего, поскольку у большинства из нас социальный опыт не включает в себя такие понятия, как скиния, жертвоприношения, во всяком случае, на Западе. Возможно, некоторые из вас знакомы с этими реалиями несколько ближе, но таких людей, вероятно, найдется немного. Для большинства из нас это лишь теория. По этой причине «Левит» для нас книга неперевариваемая или трудноперевариваемая, но обладающая при этом исключительной важностью. Я, признаться, и сам не вполне осознавал это, пока не занялся изучением богословия. Не знаю, возможно ли серьезное отношение к святости Божьей без понимания того, что написано в книге «Левит». Приносимые жертвы делятся на три большие категории. Это жертвы за грех, жертвы всесожжения, а также мирные жертвы. Жертвы за грех — это жертвы, приносимые во искупление с целью очищения человека от греха. Жертва за грех содержит в себе элемент возмещения, восстановления, восстановления отношений. Жертва всесожжения — это символ посвящения и освящения. Мирная жертва связана с понятием общения. Как поется в одной песне, Бог и человек вечеряют за одним столом. Вот что об этом говорит Дэвид Петерсон. Если у вас есть план курса в электронном виде, то там вы увидите дополнительные источники, в числе которых книга под редакцией Дэвида Петерсона под названием «Перекресток гнева и милости про возглашение искупления сегодня». Он не только редактор, но и автор первых двух глав. Первая из них посвящена теме искупления в Ветхом Завете, вторая исследует искупление в Новом Завете. Этот материал весьма полезен и при изучении систематического богословия, но для нашей сегодняшней темы он особенно актуален. Так вот, что говорил Дэвид Петерсон. Цитата. «Судя по всему, полное искупление требовало как жертвы за грех, так и жертвы всесожжения. Мирная жертва таким образом символизировала восстановленное или существующее общение между Богом и Его народом». Итак, сначала следует искупить свой грех, затем обновить свое полное посвящение Богу и восстановить общение. Далее, продолжает автор, «Описательные тексты подразумевают, что общая последовательность в этой системе выглядела так. Искупление, об этом несколько позже, искупление, затем посвящение, затем общение. Искупление, посвящение, общение». Таковой, по-видимому, была основная последовательность. В результате ее практического осуществления достигалось полное искупление Богом, члена израильской общины. Полное искупление. Полное примирение. «Священники левиты» из рода Ааронова и их потомки, как первосвященники, становятся посредниками в осуществлении Божьих замыслов, дающих возможность грешным людям соприкоснуться со святым Богом. И не просто соприкоснуться, но и находиться в общении с Ним, со святым Богом, пребывающим посреди своего народа. Кульминационной точкой этой системы то, что Дамбрелл назвал «кульминацией старой системы», был «День искупления». «День искупления», когда один раз в год совершалось общее искупление, сопровождавшееся жертвоприношением за грехи всего народа, как священников, так и простых членов общины. Большое дело начинается с малого пожертвования, и пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Это было справедливо как во времена Скинии, так и во времена Храма. Во всяком случае, это предписывалось. Это Йом Кипур, «День искупления». Термин «искупление» «Кипур» Запишем три согласные еврейского языка и родственные ему слова, а в Ветхом Завете Капур в разных своих формах употребляется сто два раза. Что же этот термин может обозначать? То, что мы переводим как «искупить искупление». Именно так он звучит в переводе. Существует мнение, что слово «искупить» в Ветхом Завете обозначает скрывать или покрывать грех. Таким образом, жертвенная кровь животных покрывала, укрывала, скрывала грех. Вероятнее всего, смежная мысль состояла в том, что в очах Божьих этот грех уже покрыт. Однако существует и иной взгляд, который на сегодняшний день стал, пожалуй, общепринятым среди исследователей Ветхого Завета, что «кипур» подразумевает очищение, удаление нечистоты, освобождение от нее. очищение, удаление нечистоты, освобождение от нее. Есть мнение, что «кипур» может также обозначать выкуп. Выкуп. Выплата долга. Ричард Авербек, который должен быть вам известен, как ценный сотрудник нашей кафедры Ветхого Завета, нашего факультета, рассуждает по этому поводу так. По его мнению, анализ описания понятия «кипур» в первую очередь актуализирует значение очищения, удаления нечистоты, освобождение от нее путем заместительной жертвы. Как правило, принесение в жертву какого-то животного путем пролития крови. Хотя в отдельных контекстах данный термин приобретает скорее смысловой оттенок искупления. Дэвид Петерсон добавляет свой комментарий, подобного рода искупительные жертвы действительно отвращают праведную ярость Божию, направленную на грех. нам с вами сегодня привычнее называть это гневом Божиим. И в Ветхом, и в Новом Заветах мы читаем о гневе Святого Бога. Гнев. Вы, кажется, так это произносите. Да. Вчера вечером я был на заседании. Помимо всего прочего, я являюсь председателем нашего уличного комитета. Так вот, получили мы счет за пользование электроэнергией, и если вы тоже пользуетесь услугами этой компании, то наверняка заметили, что тарифы резко подскочили. Так вот, я говорю, с такими счетами мы вылетим в трубу. И тут все собравшиеся смолкли, устремив на меня абсолютно непонимающие взгляды. И тогда до меня дошло, я употребил фразу, типичную для игры в крикет. Выбить мяч в аут и бежать шесть пробежек. Да уж, подумал я, здесь надо быть билингвом. Ну что ж, гнев в моем и вашем произношении. Возвращаясь к вопросу о гневе Божьем, мы должны понимать этот язык. Речь не о каком-то небесном приступе ярости. Это праведная реакция святости на всякую неправду, зло и нечестие. А не какая-нибудь вспышка негодования из-за проступка человека. Дэвид Петерсон говорит, что подобная искупительная жертва отвращает Божий гнев, направленный против греха. Эту мысль он высказывает в упомянутой ранее главе по Ветхому Завету. Немаловажно, что еврейская учебная Библия поясняет наиболее значимые тексты книги Левит следующим образом. Понятие искупления по сути подразумевает жертву, которая служит выкупом за нас, которая избавляет нас. Вот что Барук Шварц пишет в своих комментариях книги Левит в еврейской учебной Библии. Кстати, если вы занимаетесь библейскими исследованиями, то такая Библия будет для вас весьма полезным ресурсом. Не только потому, что комментарии в ней даны с точки зрения еврейской культуры истории, но и благодаря ценному ряду содержащихся в ней интересных статей. Итак, вот что пишет Барух Шварц. Простите, я пропустил одну букву в его фамилии. мы приступаем к 17 главе книги Левит, которая является ключевой в понимании значения жертвоприношения и пролития крови. Итак, в книге Левит 17.11 говорится, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Очищать, что опять-таки включает в себя понятие кипур, в трактовке Шварца значит проливать кровь воискупление. Он говорит, цитата, символическая плата взамен за жизнь, которой в противном случае ты лишишься. Благодаря этой заместительной жертве происходит великий обмен. Что же конкретно происходит в Йом-Кипур в Ветхом Завете? Как вам известно из текста, первосвященник входит во святая святых. в самое сокровенное место в Израиле и приносит там жертву за грех, за себя и за свой народ. Причем в этот момент в очах Божиих очищаются не только люди, но и само место, святая святых. Кровью жертвенного животного окропляется все помещение, в том числе и престол милости, то есть крышка ковчега Завета, в котором находятся каменные скрижали с начертанными на них десятью заповедями. Кроме того, в этот день, если вы помните текст Левита 16, отдельную роль играл козел, козел отпущения. Первосвященник возлагает на него руки. Вероятнее всего, это символизирует возложение на него вины и исповедание над ним грехов Израиля. После этого козла уводили в пустыню. Этот символический акт выполнял эпистемологическую функцию. То, что относится к области знания. Отпущение козла в пустыню это наглядный образ уничтожения греха, совершенного народом, священникам, отдельными израильтянами народа в целом. И это важно, ибо в святую святых разрешалось войти только раз в год и только первосвященнику. Причем в темноте. Как Израилю было узнать о том, что что-то произошло? Так вот, полагаю, что именно козел отпущения был, так сказать, зримым символом очищения от греха. И последнее. Еще раз книга Левит, глава 17, стих 11. Очень важный текст. Потому что душа тела в крови. Искупление предполагает пролитие именно крови. Без смерти искупления нет. Смерти заместительной жертвы. м термин термин и ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok